привет друзья у нас сегодня будет на распаковке вот такого чудо агрегат вот такая у нас упаковка так вот все запаковано все классно здесь должен быть пресс для котлет да ребят вы скажете блин ты лох что-то его купил когда можно так ответы делать не знаю ребята решил попробовать сделать вот такие вот немножко котлет да для гамбургеров для всего остального кстати вот так то она у нас упаковано дошло порядка 25 дней там плюс минус почему выбрал его стоимость порядка там 10 долларов у него выходит понравился из-за того что здесь можно сделать не один там 5 10 котлет их можно поставить в этом же контейнере в морозилку и она замерзнет и вам будут готовы такие полуфабрикаты чтобы раз достали сделали свой бутерброд у тебя себя блин китайская пресса у нас за хозяин за газету спасибо чувак какого-то местного эльдорадо наверное не знаю или что вот такая у нас пресса китайская спасибо тебе большое никогда еще не читал вот какой-то пожар был не в китае новости а за какое число т старая старая пресса у нас за двадцать шестое девятой четырнадцатого года ребята да кое-кто может посмеяться по поводу этого и даже лайк поставить за эту газету тем более за дату так ну что давайте его елки-палки так вижу еще что-то там положил к это подарок наверно они не подарок ну вот так вот он упакован упакован главное хорошо такую пупырку был упакован все дальше здесь туда подарка никого нету это я ошибся дальше идет у нас вот так вот упакованный ну и все все как говорится больше никакого нету с какого-то тивишопа вон виден на вот так вот у нас дальше в упаковке стоит классно так давай теперь раскроем его так где-то он тут раскрывается вот так вот и достается но я скажу такое ребята она не легкая байда вот это вот эта резинка а не пластик чтобы вы знали ну и вот видите да по картинкам можно сделать запрессовать сколько там котлет выходит у нас там десять или сколько этих штучек есть 12 до видно 12 можно сделать можно одну можно две сделать открываются как ну вот такая вот часть у нас полностью вся в упаковке ну что здесь здесь вот такая вот как говорится не думал какая-то надпись это просто поцарапанная силиконовая такая крышка для этого всего дела сам пресс которым мы нажимаем и межпромежуточные за такие можно сказать прослойки формы на речи их назвать вот такие вот части идут так диаметр примерно у нас составляет 12 13 сантиметров должен составлять вот видео на 11 с половиной примерно составляет диаметр этого кружка прослойного ну и сколько у нас их раз два три 4 5 6 7 8 а 12 это получается 8 9 10 11 чушь 12 ладно неважно так как то он у нас еще здесь должен открываться а вот так вот у нас открывается и мы можем достать эти свои котлеты сейчас только полностью надо его хорошо о все и вот так вот мы достали свои котлеты которые мы сделали как-то обратно его подеть все вот так вот мы надели его обратно все классно кинули фарш можем сразу вот так вот прессануть можем поставить прослойку и прессовать вот так вот еще раз фарш еще раз еще раз и так вот до бесконечности это дело делать мы конечно это дело все дело и спробуем как она сделает но реально я давно хотел такую штуку купить потому что люблю сделать такой же быстрый гамбургер можно сказать достал из морозилки кусок такого да не не секрет я работал макдоналдс и ребята и знаю как это все делается в гамбургеры как это все ерунду сделать вкусно так что уже просто делал и советую делать из говяжьего мяса если вдруг что кому надо будет сделать гамбургер так что ребят смотрим дальше сейчас будем их лепить эти котлеты котлетоса я бы так сказал да вот такая штука прикольно да можно даже на месте где-то здесь тенден похлопать так что вот такой вот у нас сегодня грубо говоря был пресс на распаковочке а вы смотрите дальше ребят видео ну что ребят подготовили мы фарш вот такой вот мыли все это дело не забудьте это помыть подлаживая тарелочку для того чтобы потому что уже пробовал да так тренировался через эти щели и чё чтоб не запачкать стол вернее потом его оттирать легко было подложил тарелочку так вот взял откид фарш да говяжий как я говорил уже фарш буду использовать где-то примерно кружок каждый вышел шарик по грамм 140 150 грамм да вы скажете типа большая котлета получится но ничего зато она жарится не забываем про это так подкладываю я вот так вот слой один и ставлю примеру эту котлетку и еще одну сверху так ставим и я начинаю ее прессовать видим да у нас практически вся щель заполняется года у нас как раз потекло уже уши сок пускает фарш ну и вот такая вот котлетка получается видим до толстая порядка сантиметра где-то толщиной но она еще вы жарится ребята уменьшится немножко в размерах как не забываем об этом так есть следующую котлетку кидаем также можно прессануть вот так вот уже кому интересно да вот как она получается откат котлетка получается и хорошо и распрессовываем все вот так вот получается тоже подлаживаем кидаем еще котлетку и вот так вот у нас такие вот котлетки получаются видим до прослойку такую между котлетами фарш я специально взял неровный там да где стоит 130 грамм где 140 грамм где 150 грамм чтобы увидеть толщину спрессуем оп 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 вот видите как течет она все здесь и вот здесь так вот она получается дать не ровно потому что надо будет а с одной стали поджать ну и вот еще раз давайте покажу вам вот так вот она все получается лучше использовать как я сказал да говяжий фарш он не такой жирный будет и вкус реально получится гамбургера либо чизбургера как в макдональдсе вот можно даже форму такую придать ромбика и последний слой у меня на данный момент ну и все да примерно что-то вот такого плана получилось у нас попытаются выровнять это дело конечно лучше бы под уровень все сделать ну и как мы видим да вот вот такой вот у нас раз два три четыре пять котлет получилось мы также вот такой вот уже готовый состав можем поставить морозильник она замерзнет и будут ласки готовы полу фабрикаты вот так вот ребята у нас выглядит котлета в замороженном состоянии видите толщину да она неравномерно у меня немножко получилось но зато очень вкусно кинули себе на сковородку пожарили готова у вас как говорится бутерброд гамбургер чизбургер то что вы захотите то и вы себе сделаете ну и как это дело открыть сдвигаем просто вниз об и вот видим у нас такой вот именно котлетосы такие готовы для чего подложил потому что видите ребят очень удобный раз так достал и готовы уже вот так вот пак которым мы пойдем жарить сейчас да вот так вот покажу он готовый к жарке ну что вот такая вот у нас получилась готовая котлета видим да как я говорил она немножко ужарилась уменьшилась в размерах и в объеме можно так сказать ну что начинаем готовить берем кетчуп добавляем много кетчупа сверху снизу на вкус добавляем кетчупа сколько мы хотим берем что-нибудь похожее на горчицу я беру горчичный такой соус вкусный не реклама тоже добавляем его с одной стороны берем вот такой еще медово горчичный соус я тоже люблю добавляем еще вот сверху дальше берем нашу котлетку дальше берем нашу котлетку ложим ее с этой стороны с этой стороны ложим сырок лучше конечно использовать какой-нибудь типа чеддера да плавлено такого сырка но он к сожалению очень дорогой также ложим огурчики ложим помидорку вот так вот все это дело накрываем и у нас получается вот такой вот вкусный как говорится не знаю полезный или нет но зато из домашних практически всех продуктов вот такой вот гамбургер так что ребята подписываемся на мое видео ставим лайки с вами был Вадим удачи всем пока пока ссылка на пресс будет в описании ну и кому понравился рецепт гамбургера да ставьте лайки кому не понравился не вкусный ставьте дизлайки всем приятного аппетита пока 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 пока